Всем привет дорогие друзья! Сегодня я нахожусь у моих друзей Гриши и Саши в гостях в Первомайске. За нашими плечами течет замечательная река Южный Бух, в которой присутствует хорошее обильное количество рыбы, благодаря определенным людям. Я хочу сразу же вас попросить, пожалуйста, по возможности, если у вас есть какое-то уважение к моему каналу, поделитесь этим видео со своими друзьями или как-то поспособствуете его распространению. Благодаря этим людям в лице Гриши в этом секторе речки присутствует определенное хорошее количество рыбы. Но сейчас вам расскажут историю, которая просто повергает в шок. Представьте себе ситуацию, когда у местной власти нет средств на уборку речки, на ее зарабление, на контроль, на борьбу с браконьерами. Но есть возможности и желание наказывать тех людей, которые все это делают, которые за свои средства зарабляют реку, убирают ее и борются с браконьерами. Браконьерами, которые при том еще и в погонах. Гриша, расскажи, пожалуйста, свою историю. Мы начали заниматься охраной речки, потому что на бридло ездить по ставкам, хватить большие деньги за бюлеты. Рибалка, мы все понимаем, что это не всегда есть улов. Когда у нас такие две красные речки, Поведенная Бухта и Речка Синюха, мы решили с хлопцами, тогда на хвиле Майдану думали, будут какие-то изменения. И, значит, занялись речкой. Было очень тяжело, тяжело, ночами постоянно не спали. Браконьеры были просто оборзевшие, крышевались ментами, рыбинспекцией, охраняли на берегах сетки. Мы собирали сеток просто. Ну, есть видео в Ютубе, много. Я прикреплю к этому видео нарезочки и ссылочки на материалы, которые правоохранительные органы просто нивелируют. Они их не берут в расчет при производстве уголовных дел, которые кучу открыли на моих друзей. Фамилия, имя, отчество. Я тебе разрешение сейчас покажу. Я в райеделе буду говорить. Я тебе сейчас разрешение, показать тебе разрешение? Представьтесь, уважаю. Представьтесь. Я в райеделе буду говорить. У вас сотрудники полиции. Представьтесь. Представьтесь, будь ласка. Вы назвали, когда я там. Назовите свою фамилию, имя, отчество. Я вам скажу. Когда выклок был в милицию, он заносится в ЕРД. Да. Выказали, что вам не показывали посвящение. Все посвящение. Я вам его показываю. Волошин Георгий Сергеевич, так. Можешь перевернуть. Можешь перевернуть, да. Правый сектор. Совершенно верно. Правый уже понял. Вот. А теперь представьтесь вы, пожалуйста. Львичук Сергей Васильевич. 1979-го року народження уродженець Асмете Голованівський. З метою на речке був я все повседки. Піймати карасів дитями. А что вы можете сказать по своему нарушению? Да, нарушил. Виноват. У нас в статуте было написано, громадское формирование в статуте, что мы имеем право правопорушников затримать, доставить в отделок, або, если это ночь, до себя на базу, выключить милицию, ну, у нас это все было прописано. Мы затримали браконьеров, они поизвинились, розписки понаписали, до выяснения обставин, значит, забрали в них лодку из сетки для подальшой передачи в отделок, потому что связку выключать в милицию там не было возможности, связку не было. Взяли еще одних браконьеров в ту самую ночь, это еще в 2014 году, один из которых на тот момент был действующим работником милиции, фамелия Демиденко, имя не помню точно, на тот момент он был майором милиции, он втек, второй экипаж мы взяли, есть видео автомобиля, на второй день этот автомобиль передали в милицию, как речевый доказ, притягнули, сетки, лодки, все это сдали, было тяжко, тяжко, всю ночь не спали, я шесть в рамках, поехали по хатах, нам сказали, что все нормально, какие-то официальные документы, заяву я написал, и поехали домой. Виявилось так, что эта нива дивным способом десь сникла с милицией, разом с сетками, с лодками, затянули час, видео, которое стоит на отделке, камера обнулилась, а против меня открытые криминальные справы, протягом восьми месяцев следователь Бобкова, яка, до речи, після реформирования так и осталась працювать, тести сдала, все нормально, протягом восьми месяцев это дело, не опитывавши ни одного нашего святка, не долучивши ни наше видео, абсолютно ничего, сшила хорошие три криминальные справы, грабежи, это сразу нормально. Люди борются за нас с вами, дорогие рыбаки, поймали, привели в милицию браконьеров с кучей, просто кучей материала наглядного, и что за это? Три криминальных производства. Получается, что да. А если было поменьше таких, как вы, то бы и на удочку ловилось. Ты согласен с этим? Да. А ты в курсе, что где ты только что вытащил одну сеть, вообще их пять, чтобы ты знал, ну так, просто ради информации тебе, их пять, две мы уже вытащили. Ну, где я ставил свою сетку, я там ее и снимал. Она метров так 20 ниже, то не твои, да, уже? Ну, нет, вот, мы ее сетку, я только что с вашим. Сейчас у нас времени с тобой, чуть больше, чем предостаточно. Я не думаю, сейчас же не буду брать, правильно, все сети на себя, чужие. Не, ну а подряд, через каждых, там, 50 метров. Уже не меряется, что вы с остальными договорились, то мы с кем я не договоривался. А тут другой бросает. Вот с этих двух сетов, ты сейчас снимешь, я тебе покажу рыбу, смешу. А вот эти, где были, тоже выше? Да, 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 там самые эти выше. Бойовый танчик. Это рыба с этих сеток. Два рыбины, да? Два. Ну, это надо мерезнуть, поедете солярговый заправ мерезный, яйца морозь, да? Иди на базар купи цих двоих рыбин. Ух, моя лодка терпела. Ну, на благо... Наша одна. То, что ты на камеру с лодочкой приписывал, это ты себе оставь на память. Нет, это пойдет в дело при счете. Да зачем? Пусть он пакует у них, это его сеток. Пусть он пакует. Ты что, такой борзый? Ты что, ударил? Конечно. А ты думал, что на нас пикнуть, да? Нам записать в соседку. Не фиолетовый. Ну, то видишь, не фиолетовый. И еще борзоти наелись. Это дело, что тут не только рыбакам мы делаем польгу. У нас растут дети, растут у кого-то внуки, у кого-то дети. Мы же понимаем, что если нет рыбы в речке, то не чистится русло речки. У нас списались бешеные бабки, 18 миллионов гривен списали на очищение речки Синюхи. Это когда были выборы Круглова. Абсолютно ничего не сделали. На 18 миллионов, если кинуть сюда Амуром, мы этот камер шукать будем. Речка заросла, речка мельчает. Плюс сюда же сливает МИС-Водоканал все фекалии из места Первомайска. И речка просто сникает. Там, где когда-то были ямы, там 4-5 метров, сейчас там по груди глубина и кувшинки растут, потому что это все вымывается, намывается канализация. Рибы не было, природного очищения никакого нет. Камер росте, он влагу смокчает. И мы понимаем, что речка просто сникает. Что мы для этого делали? Это первый год было очень тяжело, потому что браконьеры были, ну, реально, знахобнили. Они ничего не боялись. У них была зеленая, они сеток накидали, там, жучили, там, не просто накинули. Сидят в машине на берегу, охраняют все сетки, там, по нам стреляли, что там только, в общем, не было. Значит, все, что мы делали с органами влади, там, или правоохранными органами, все, что мы делали, выкликали их, они выключали лодки-сетки. Это было много справ, это все есть на видео, есть в ютубе, прикрепишь. Абсолютно ни одна справа не дошла до суду, абсолютно ни одна. Да, всем повернули лодки, я не удивлюсь, если им повернули сетки. Значит, браконьеры есть, колишние працівники милиции, Латти есть такая фамилия, бывший мент, Лупе, Рибу. Потом оцей Демиденко, он, по-моему, зараз же не працюет. И таких есть еще фамилии, я просто всех, ну, сейчас так не помню, но, ну, как бы, самі правоохранные органи цими занимаются. Або кришуют, або занимаются. Ну, как пояснити тот факт, когда, как говорят, ворон, ворону око не выключает. Как пояснити тот факт, что мы притянули ниву сетками, сетками, с лодками, и она уничтожена. А потом, внегласно, скажем так, мы узнаем, что эта нива действующего працівника милиции, едем в МРЭО, пробиваем, номера стоят от копейки, нива вообще левокола. Конечно, никто своего, подчиненного, коллегу не кинет под танк. Они просто эту ниву отдали, и все. Но это было бы не так, как бедно, как бы против нас еще не открыли криминальных справ. Понимаешь? Мы тогда затримали их, у них там и жучка была, и сетка, но один тот втек, там два экипажа прямо в месте, дви нивы, заехало, в две лодки. По-моему, 17 сеток, и все нарядные, понимаешь? Японское полотно, финское полотно. Засыпались, ну, они даже там не все успели засыпать, я случайно, у меня кум приехал там с девочкой на берег речки посидеть, а звонит за страх, и попросил выйти. Ну, я заезжаю, друзья стоят, дви нивы, все нормально, вот такие дела. Значит, протягом двух с половиной лет мы працюем, значит, была возможность, скинулись мы, ну, таком между собой, члены организации, там, друзья, знакомые, рыбаки, люди водоймища, великое чистое, хорошее водоймище, чистый листовок, и нам по мелочи, там, в минулому році, по-моему, да, по мелочи карасик, короб в перемешку, они, как волоком вытягивали, такий, у нас его на базар котам продавали, мы взяли дежки, взяли кислородные баллони, взяли специальные шлани, значит, и поехали, две-четыре ходки мы сделали, завезли за рыбка карася и короба. Я уже бачил эту рыбку, уже карась до 600-700 грамм, продавец короб уже, на відставку химчака до 2 кг, он мне показывал, подріз. Он говорит, у меня такого карася не было, такий ладошечный, тобто, цей факт зробили. С приводу с бюджета, такими наполегливо, в минулому році нам виділили, мы наполегли виділи 20 тысяч коштів, але мы их не смогли зарибать, потому что с бюджетом никто не хочет иметь никаких справ, ну, если нет отката. Тобто, все хотят там асфальтик положить, дорогу положить, они списали там 10 миллионов, 5 разделили между собой, а 5, стандартная схема, проеду знают все. Всунули в дорогу, а коли йде, сколько надо, сколько надо без отката, никто не хочет работать с бюджетом, потому что бюджет, как, вы нам привезите, запустите, а мы вам потом когда-то гроши перечислим. А никто не хочет сейчас, не рыбхозы, никто не хочет десь когда-то потом, все хотят, продав, заробил. Є у нас такий хлопець Павло, я не помню, как его громадская організация, «Зелений Південь» или нет, ну, он трошки, уже как человек состоявшийся, мало возможности, и он за свои деньги, 45 тысяч, в этом году мы привезли Амура. Значит, зарибок Амура от 300 грамм до килограмма. Живчики, самая живая рыба. Процесс пошел. Ну что е? Что значит, что е? Ничего ж не видно. Ты шо? А ну, ого, там ничего себе, по 300 грамм. Значит, ты первый лезешь, смотри. Тут по килограмм. Ты секний здоровый. Смотри. Ну что, с Богом? Хлопцы, расскажите, как вы ездили, что за рыбу привезли, сколько там ей? У нас каждая поездка с пригодами, не знаю. Ехали далеко, аж до Белой Церкви, 300 км до водоема, но мы не доехали, 7 км. А что же сталося? Блин, машина хорошая, сил, сил, поломалась. Машина, коробка передач, вышла с ладу. У Владимира Гатулевича сразу разболелась голова. Корити почав? Корити он всю дорогу корил. Ну а что, как же выкатывался? Началась поездка с 4 утра, сейчас только приехали, столько времени. Двенадцать, это неплохо. Рыба, белый амур, 300 км. Это такой заработок, что его уже не побьет щука? Ну щука, да. Если там щука десятка, их там единицы, может плавают, то может побьет. Может в сомнике что-то подъезти, это такое дело, естественный отбор. А в общем-то, это такой заработок наряду. Он сейчас только привез, сомнечко вылезет молодой камеш, он сразу удастся рост. То есть уже кто его будет, я думаю, вся рыба доехала хорошо, взяли тонну 300, тонну 307. Выйшло по документам тонну 285, и потом все последний раз с очком махнули. 7 кг, что работают? Черпачок на коня. Да, 7 там, блин. Льго одна такая порция, ну подарили нам сейчас эти 7 кг. Нормальные ребята, рыбкохоз, нарядные, такие, что они жадные, гостеприимные. Как бы есть смысл с ними працювать, было бы спонсирование. Ну, этого заработка, получается, тонна 300, это не очень много, да, я так понимаю? Ну, для Бога, для Синюки, ну что это? Понятно, это хоть что-то. Потому что, если вы в последний раз заработали с этой мурой, наверное, же при Сазепе, учитывая, по килограмм 20, там 30 попадаются, то это хоть что-то. Это первый шажок, потому что в том году пытались. С муром не получилось, по сей деньгами, что рыбаки собрали. Не, ну там в прошлом уроке что, было карась в основном, даже карачка трошки там. 20% будет караца, там может что-то там, криточка, как-то не, даже попадался. Ну, в принципе, да, 80% карася там было. В этом году чистая товарная рыба, ни одного договора немало, абсолютно ни одного договора немало. Если что, конечно, с поденьгами, что доставка этой рыбы с Белой Церкви, вот этой газелькой, она вышла 7 тысяч гривен. И эти деньги надо еще где-то шукать, потому что, выходит, что выделили деньги 45 тысяч, это не входило в стоимость привозки рыбы. Что же я хотел спросить, на водочку, вообще, он будет сейчас плювать, или нет, или может, будет, да? Будет, будет, будет. Просто может, как-то захищать его, попросить там рыбаков, обратиться к ним? Да, захищаться, я думаю, что сейчас сборы пойдут, до запретов, скорее всего. Сборы рыбаков, там будем распространять информацию, что ловить его, как бы, не нужно, это реально, мы его взяли для того, чтобы он чистил водойом, а не для того, чтобы его ловить. Хотя, наверное, сейчас голодный, он из этих зимовальников, худощавый, будет, брать абсолютно на все. То есть, кто попадет на этот кусочек, то есть, манка, червя, ну, вся, с церковной водой, он из абсолютно той души и карты, без питания. Вот, то будем просить рыбаков, надеемся, будем надеяться на их, блин, на их совесть, потому что, блин, конечно, ну, будет ловиться, чтобы рыбачок, если нарвусь на него, будет ловиться, чтобы рыбачок помешал. Ясно. Простите, это же рыба для того, чтобы рыбу, речку почислили нами, для того, чтобы, как тупое мясо выросло, ну, понятно, что будет ловиться. Ну, они же растут таких, что и до 20, до 16 килограмм. Ну, сейчас 30-ки, 30-ки, 30-ки килограмм были гамуры, вот, ловили под мостом, как бы, есть такие рыбаки нарядные, чтобы вытаскивать этих гамуров 30 килограмм. Тону 300, по-моему, чи тону 400. Привезли для чего? Привезли для того, чтобы он трошки чистил речку, ну, у нас тоже народ такий, понятно, что, может, и завдяк не может, а в большинстве, завдяки, и владе, беретов, брал то амурчика, мы ездили, его охраняли, ну, какая-то частина его, я думаю, 50% приблизно виживе. Зараз були буквально у нас позавчора, позавчора, да, позавчора були збори риболовьев, иниціатором був, как Павло, так, в принципе, и я. У нас есть такой друг, именно у него образование, он ездил в Объединенные Штаты Америки, потом в Европу он ездил на семинары, они выводят новые сорта, он работает с институтами, выводят новые сорта рибы, ну, разумный чувак. Вот, он запропоновал нам, хлопцы, раз они взялись, я вам допоможу, ну, затрати, ну, все одно его затрати ему нужно платить, он кинув нам лечинки, зараз подрощает, ну, если мы 20 тысяч насбираем, то нам вырастет 100 тысяч короба, значит, короб хорошего сорта, ну, будет все добре. Если насбираем больше, то запустим еще линя, линь тоже нормально очищает водоймище. Ну, и росте, и рибка смачная, и гарная, и... У нас есть какой-то рахунок, возможно, кто-то небайдужий найдется, чтобы мы опубликовали под видео ваш рахунок, возможно, кто-то поможет собрать эту необходимую вам сушу? Все дело в том, что официально организации у нас никак не получается открыть, вот, ну, по типу УОРа, да, колишнего, там, УТМР, Украинское товариство мисливцев и рибаков. Мисливцы, они соби порвали мисливские угидья, это больше выгодная штука, они там соби бриют бабки. На речку все забили, просто забили болт пока что, потому что это тоже нормальные бабки, пока что до нее никто не добрался. Но я думаю, что с такими темпами и развитием событий в нашей стране, я думаю, что уже речки будут. У нас в Повденно-Украинском уже взяли стратегический объект в аренду, водосховище, которое там охлаждает реактор, атомно-станция, ну, брито вообще. Так как ты говоришь, у вас там мертель вылавливает, кинула короба Амура, толстолоба, вылавливает все подряд. Так же и там, мы туда выезжали, она еще ничего не кинула, ну, хозяйка, еще ничего не кинула, а уже сетки стоят. Понимаете? Вот, то, ну, меня, честно говоря, мало хвилюет, ну, как, меня хвилюет, что происходит где-то там, но мы физически не сможем, у нас есть, ну, количество людей, которые не байдужие до речки, не байдужие до того, что происходит. Вот, если мы будем где-то распиляться на другие, скажем так, водоймище, то мы не встегнем даже у себя. Треба, ну, вот мы взяли наш кусок, наше місто, вот село Грушевка, там синюхий кусок и до села Кинеспиль мы оцей кусочек речки зберегаем, запускаем рибку. Рибки, порівняно с три роки тому, значит, ну, я скажу, что, еще, если запустим короб, еще рік-два, и у нас мы восстановим Советский Союз. Ну, я маю на уважении, кількість популяции рыбы, как была при, значит, она очень хорошо нерестится, у нас очень хорошая кормовая база, у нас и хищников, и рельеф дна, тут скалы, ну, все, рай для рыбы тут рай. Замечательная река, дорогие друзья, вы видите, люди занимаются, ну, власти заниматься им делом, общим делом для всех, для нас, рыбаков. Я видел, мы, Саша, вчера здесь рыбачили, очень много людей сплавляются по перекатам на байдарках. Так вот, всем, кому небезразлична судьба этой реки, Южный Бог, помогите нам донести эту информацию до, возможно, представителей власти или того человека, который сможет нам помочь в дальнейшем будущем, позитивном будущем этой реки. Озвучь, пожалуйста, еще раз те фамилии, которые вам препятствуют в вашем замечательном и правильном деле. Да, у нас, нам препятствуют абсолютно все, розумеете, и милиция. Я поясню, чему. Потому что это, у нас нема рыбинспекторов в месте, чему. Я поясню, чему. Потому что рыбинспектор, это было от посада, людина на Николаеве, ни для кого не секрет, что менты должны на Николаев котлету отвезти на область раз в месяц. Что медицина, ну ничего ж не поменялось. Так само и рыбинспекция. У нас никто не хочет быть рыбинспектором, потому что есть мы, и если он завтра даст кому-то зеленую за котлету, то мы их поймаем, и все, и все, и все хатки поломаны. То есть, эту систему мы взломали. Она не работает тут, именно по рыбинспектору. А заважают все. Почему? Потому что, я же говорю, колишние работники милиции, те, что сейчас, я сейчас не знаю, сейчас молодых трехи набрали, но не изменилось ничего даже в структуре милиции. Я вчера меня сканили милиционеры, я спілкувался, ничего не изменилось. И они, как они говорят, только пешки. Скажи тогда, три криминальных производства. Имя, фамилия. Значит, Устименко фамилия, это типа потерпевший. Значит, он. Его затримали на речке Південний Бухше с одним товарищем. Не помню фамилию. У меня есть их расписки, что никто там ничего им не делал, что они добровольно нам передали. Это все. Ну, суть в чему. Вони были затриманы на берегу, они не успели нервнуть воду с лодкой, с сетками. Мы их культурно приняли, без ущерба. У нас працюет рыбинспекция, как? Нам надо ущерб, чтобы был штраф, нараховать ущерб. Должна быть рыба. А на что? Мне, чтобы они выловили рыбу, рыба сдохла. Ей так нет. Чему не попередить? Чему не попередить это порушение закону? Мы их взяли прямо на берегу. Этот же товарищ торгует сетками. По этот день у нас на базаре. Мы, разом с работниками милиции, сделали контрольную закупку. Выложили больше, как на півмиллиона сеток. Это видео тоже есть в интернете. Показываем на камеру. Показываем на камеру, за что взял грошей. Достань, распустись. Бегом давай. С тобой шутки тут чуткуют? Давай, составляй макс. Поднимай сетки. Поднимай. Разрешение. Показывай. Я тебе покажу разрешение. Давай, поднимай руку. Выше. Выше. Поднимай. Выше. Поднимай. Я не продав сетки. Ты продав сетки. Купюры у тебя в карман. Я сейчас поставил гражданский протокол. Все официально. Читаю. Чтоб ты тут особо не выступал. Выложили. Тяганина пошла. Сроки затянули. Я не знаю, кто. Вони все друг на друга спрыгают. Экология, арабинспекция на милицию. Милиция на экологию. И все дружно на прокуратуру. А я ничего вообще не знаю. Вообще никто ничего не сделал. Концовка. Эти сетки. Им повернули. Хоча есть закон. Заборонено. Заборонено. Повернули им цих сетки на полмиллиона. Цей же товарищ ними торгує. И он получается потерпевший. Бо я его ограбил. Забрал в него лодку. С целью наживы. И сетки его. Это маразм. Я думаю, что если даже эта справа дойде до суду, то, конечно, я думаю, что хлопцы и небайдужие рыбаки найдем какие-то деньги на толкового адвоката, а не местного. Потому что адвокаты, моя думка, это сиють эту коррупцию. Потому что через адвокатов носятся судьям, прокурорам и тому подобное. Потом второй эпизод, это когда два экипажа, я не помню, честно говоря, его фамилию, но он тоже там заявление написал. Они тогда в кучку. Ну, браконьеры, они сами говорят, мы живой организм. Они все знают, они знают, где рыба стоит на зимовку. Потому что мы одного раза в 2014-м или 2015-м, наверное, в 2014-м, в грудне месяце перед новым годом, мы сняли две сетки, вот там трошки выше, там было больше 300 кг рыбы. Сом, лящ, короб встали на одну яму. Это просто было жахливо, ну, бачите. 26 кисомов, и они понимают, что половина рыбы уже лящу вообще сразу. Чему сом мощный, короб мощный, они в сетку попали, они просто подушили перетянутый, полная лодка была рыбы, я просто был, ну, это было. Это был латин, когда-то глава обнона, отделка по борьбе по наркотикам. Наркотип полный город, синтетических наркотиков, амфетамина полный город. Весь город знает, где берется, откуда везется, кто торгует. Весь город знает, ни для кого не секрет, милиция не знает. Ну, как-то так. Зацепили мы таку серьезную тему представники. Ну, нашли, я не знаю, навіть до кого звернутися. Я преступник за то, что я охраняем речку, вот мы с пацанами, у нас все простим, мы за свои бабки. Я положил столько денег, времени, здоровья на эту речку, чтобы тут, ну, я наслаждаюсь. Я, во-первых, не езжу уже по ставкам, я прийду, я, мне не надо рыба, я прийшел на речку. Пешком з дорога поймаю, з лодки поймаю, выпускаю там кило, щучка, сумик. Тоже, дуже попросю, если вы хотите, чтобы у нас была рыба, чтобы были трофеи, чтобы это все было немарно, выпускаете маленькую рыбу, ну, как можно брать, навіть того амурчика, мы запустили, навіть килового, если он росте 30-40 кг, еще советские амуры, у нас еще плавают в речке, их ловлят, 25-30 кг, там, на силикон, как возьмешь, ну, там понятно, это рыба можно взять, есть что есть. Так же, тот соминян, ну, эти карандашики до кила, ну, он же росте, ну, мы все же знаем, до каких размеров росте сом. Та сама щука, для того, чтобы, а вот крупнейшая не клюет, то это не отмазка, клюет и крупнейшая. Я, буваю, за рыбалку, больше выпускаю, чем взял додому. Вот мы зимою, когда льот сходил, тою зимою, мы по 60 судачків ловили, вот таких маленьких. Мы все их выпускаем, 2-3 зачетных у нас на сковородку, 1,5-2 кг мы брали. Так, начать нужно, в первую очередь, с себя. То, что нам, ближчим временем, влада не допоможет, это факт. Розвиток у нас в краю, розвитку нуль, у нас деградація йде. И общество, и влада, там, толку с этой владой не будет, ждем, когда будем менять. А каждый начать нужно с себя, даже охранять. Не обязательно быть такими, как мы, застегнутыми, ездить ночами. Но были такие моменты, звонят нам, я на работе, на другий край міста летю, прилетаю. Белым днем сетку кинул, прилетаю, 2 лодочника стоят, 4 человека на берегу, и одно хуйло стало, я, извиняюсь за прямоту своих слов, стало, блядь, и кинуло дорожку. Белым днем, и они мне звонят, вас, Гамасеков, там, 6 человек, 6 человек, 2 лодки, 4 на берегу. Да подойдите вы сами, подойдите, ты что делаешь? Ты что делаешь, достань и иди отсюда, ты что делаешь, правильно? Ну, сделайте зауважение. Звонят, я летю. Ну, это не то, что я не скажу, что там надо затримывать, или вступать в нашу организацию. Ну, каждому свое. Я понимаю, если бы мы этого не начали, так бы и не было тут рыбы. Три года назад мы выплывали, фонариком светили, на эхолоте ноль, вообще ноль на эхолоте. Сейчас нырнуть на лодке, на эхолоте рыбы валом. Фонариком светишь, фонариком светишь, куча рыбки, она не боится лодки, она как дельфины до этой лодки, верховодка. Я радуюсь, когда у нас там на скале 10-11 человек стоят на гребле, не было уже ни бичка, она же это поймает, ни верховоди, ничего не было. Сейчас вот такая верховода, бичок, как бы появилась рыбка, ее надо сберегти, ее надо приумножить. Ну, я считаю, что будет так. И дам добрий совет всем, кто смотрит параду, всем, кто смотрит этот канал, занимайтесь рыбками, потому что после себя бережите, потому что, что же мы живем, у нас народ, каждый только для себя и только сегодня. А что будет завтра? У каждого есть дети, у каждого есть внуки, нужно подумать не только про себя. Но это никто не думает. Ну, менталитет. Ну, я считаю, что ментальность народу можно сменить. Можно и нужно. Да, и это нужно делать. Ну, как бы мы на своем уровне, что можем, там, робим, там, скидаем, сейчас еще хотим короб покинуть, ну, как бы, будем охранять. Дуже не хватает, дуже тяжко. В финансовом плане это просто напряг, потому что раньше мы начали, что там курс был более-менее, хватало и на солярку, на все, как бы. Каждый со своего кармана, той предпринимец, я предпринимец. То есть я свои деньги кладу. А сейчас очень тяжело. Реально солярка дорого, все дорого, работа стала меньше. Ну, мы все понимаем, что в стране коется, поэтому немного тяжело. С привычки карты, мы давали карты, у меня простая картина, мы давали оголошение, когда мы купили аккумуляторы для рейдов на электромоторах. То ничего не пришло абсолютно туда, я не знаю, насколько это актуально вообще давать. У нас тоже такой народ, он сегодня может поехать на стол, в двух, в трех, заплатить по 200 гривен за билет, взяти еще поляну на 250-300 гривен, заправить машину. А прийти кинуть каких-то 100-200 рублей на зарибок, не кинуть. Або если кинуть, то он завтра кинуть сетку, а я скажу, рибок пускал, это моя рыба. Ну, вот, как-то так. Ну, не все люди такие. Не все, есть порядочных, очень много, есть порядочных, рыбаки, очень много, очень приятно, они нам и помогают, пацаны там, и под Ивановским мостом мы туда редко вискакивали, они там постоянно рыбачат, они нам очень помогают, они и затримали браконьеров. Ну, молодцы, есть люди, есть. И, скажу честно, людей сознательных, чему досі не опустились руки? Потому что каждый день, каждый месяц, каждый полгода добавляется, добавляется, добавляется людей думающих. Это очень приятно, я маю надею, что будет и с речкой все доброе, и с страной у нас все будет доброе. Дорогие друзья, у нас есть просьба, возможно, есть адвокат, человек, который также по духу своему, или даже по специальности рыбак, возможно, будет возможность, извиняюсь за тавтологию, помочь в закрытии этих просто кошмарных, не поддающихся логическому осмыслению каким-то дел. Может, кто-то откликнется. Поделитесь этим видео, донесите то, что творится, то, как препятствует людям возрождению реки власти. До еще большего количества людей. Я надеюсь, на это видео будет продолжение, в котором мы уже все порадуемся закрытию дел, зарыблению реки, ее чистке и подобным моментам. Всем большое спасибо за внимание, а вам большое спасибо за такую прекрасную речку. Мы саша вчера походили. В основном чисто, красивая чистая водичка, перекаты и есть рыба. Немного мы поймали. Отчетик у этой реки и у рыбалки я сделаю немножко позже. Сегодня еще порыбачим. А сейчас просим вам, вас, нам как-то помочь. Не хвоста, не чешуи. Не хвоста, не чешуи.